В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского района в студии Максим Козлов. Здравствуйте! И в начале коротко об основных темах сегодняшнего выпуска. Воспитанники Центра Дельфин Евгений Рылов и Иван Гирёв получили путёвки на будущий чемпионат мира, где наши спортсмены будут выступать в составе российской сборной. Я всегда уверена, что выиграет. Женя выиграет и Баня должен выиграть. На всей территории Ленинского района продолжается большая уборка. Жители Развилки активно участвуют в традиционных субботниках. Весело, дружно, люди общаются. Такая неформальная обстановка. И труд, и дружба. В детской школе искусств посёлка Развилка прошёл необычный концерт-беседа. Запомни, музыка какого-то. Воспитанники Центра Дельфин Евгений Рылов и Иван Гирёв вернулись в Чемпионат России по плаванию с боевыми трофеями. Главные из которых – путёвки на будущий чемпионат мира, где наши спортсмены будут выступать в составе российской сборной. Времени на отдых между соревнованиями пловцам практически не остаётся. Первая тренировка в 8.30. Работы много, ведь Чемпионат мира в Южной Корее начнётся всего через два с половиной месяца. Кроме спортивного зрелища и противостояния сильнейших пловцов, главные российские соревнования стали ещё и своеобразным отборочным туром в нашу сборную по плаванию. Была цель безусловно отобразный Чемпионат мира. С целью справились. Легко или нелегко, ну, наверное, любые соревнования, тем более Чемпионат России, не всегда легко. Но они справились, и справились ни на одной, ни на двух, ни на трёх дистанциях. Одним из фаворитов российского чемпионата уже который год становится Евгений Рылов. Всего он завоевал пять медалей – две золотых, одну серебряную и две бронзовых. Тот факт, что золота оказалось меньше, чем, например, на недавно прошедшем Чемпионате мира на короткой воде, Евгений объясняет излишними эмоциями. Наверное, немножко неправильно подходил к этому, слишком где-то расстраивался, хотя, в принципе, был под нагрузкой, и результат показал более-менее достойный. То есть под свои результаты, как бы, сто-двести основные свои дистанции я проплыл. Впрочем, стоит отметить и коллег Евгения по плаванию на спине – Григория Тарасевича и Климента Колесникова. Именно эта троица неизменно оказывалась на подиуме по итогам прохождения дистанции. И два раза Евгений становился чуть сильнее. Не будет преувеличением сказать, что сейчас весь мир следит за противостоянием Евгения Рылова, Климента Колесникова и Григория Тарасевича. Они признаны лучшими пловцами на спине в мире в этом сезоне. В других странах им равных просто нет. Это признают и тренеры, и эксперты, и спортивные чиновники. Вместе с Евгением представлять Ленинский район Московской области и всю Россию будет молодой пловец Иван Гирев. Он родом из Ярославля и не присутствует на сегодняшней тренировке. И тренер отпустил его повидаться с родителями. Но уже на следующей неделе он также вернется к тренировкам. Я доволен его результатами. Потенциал хороший. То есть он один из самых молодых спортсменов, который попал в основной состав сборной России на чемпионат мира. Естественно, все успехи наших спортсменов были бы невозможны без поддержки родных, близких и сотрудников «Дельфина». Волнение есть всегда. Абсолютно всегда. Потому что это плавание. И мы думали, вот, допустим, Ефимова. Она просто не может не взять золото. Так получилось. На коронном 200 метров. Поэтому ты всегда переживаешь, ты всегда нервничаешь, ты не спишь. Но я всегда уверена, что выиграет. Женя выиграет и Ваня должен выиграть. Чемпионат мира по водным видам спорта пройдет в городе Кванджу, Республике Корея, с 12 по 28 июля 2019 года. Максим Козлов, Егор Хлябич, Сергей Ларин. Видное ТВ. На всей территории Ленинского района продолжается большая уборка. В поселениях муниципалитета жители участвуют в традиционных субботниках. На одном из таких в развилке побывала наша съемочная группа. Подробнее о том, как наводили порядок в поселке, расскажет корреспондент Арсений Рогозянский. В поселке Развилка в очередной раз проходила уборка общественных мест в рамках апрельских субботников. Усилиями работников управляющей компании, активных жителей, сотрудников администрации и совета депутатов территория поселка заметно преображается. Очень хорошее начинание, очень хорошее. Во-первых, в плане порядка. Во-вторых, сплачивает коллектив, людей. Как-то, понимаете, все это весело, дружно. Ну, люди общаются. Уже такая неформальная обстановка. И труд, и дружба. Глава сельского поселения Развилковская Марина Комардина выходит на каждый субботник. По ее словам, участникам большой уборки удалось привести в порядок несколько социальных объектов. Уже убрано у нас много территорий. Это и территории досуговых центров, это детские площадки, спортивные площадки, скверы. Одно из любимых мест отдыха – набережная. Здесь также шла работа. Даже плохая погода не стала для участников субботника препятствием к плодотворной уборке. Мы уже убрали свои дома, у нас семь домов. Вот они, 43-й, 45-й, 48-й. И планы у нас, как бы, вот, пришкольную территорию убрать. 20 апреля состоится областной субботник. У каждого, кто любит свой город или поселок, есть возможность включиться в это доброе дело. В этом году Ленинскому району исполняется 90 лет. Общество краеведов, конечно, не осталось в стороне от такого события. Его участники собрались в историко-культурном центре на семинар, приуроченный к этой круглой дате. Благодаря воспоминаниям старожилов города Видное, все, кто пришли на эту встречу, а это были представители разных поколений видновчан, погрузились в эпоху становления района. Общество краеведов на протяжении многих лет хранит память о значимых событиях муниципалитета. В этот раз хранители истории собрались на семинаре, посвященному особой дате – 90 лет Ленинскому району. А встреча состоялась в историко-культурном центре. В этот день общество краеведов познакомило молодое поколение с историей становления Ленинского района. Его участники рассказали о людях, которые здесь жили и трудились. Острожилы города Видное погрузились в теплые воспоминания своей юности. В то время дома эти обогревались углем. Вот это маленькое котель, в котором мы национально бегали. Тайдем, кочега не видел, а мы спустялись вниз и через день смотрели за его работой. Особенно было интересно услышать истории о судьбах людей. Анатолий Бугров, проживающий в Видном со дня его основания, поделился воспоминаниями о своей жизни на малой родине. Здесь мои друзья, здесь мои родственники, здесь похороненные мои родители, дедушка с бабушкой. И поэтому мне тут все родное, особенно вот тот поселок временный у церкви. Когда я проезжаю мимо церкви, даже останавливаюсь и поворачиваю, там есть поворот направо, когда ехать сюда. И мне хочется пройти, проехать, посмотреть, вспомнить, что вот здесь были бараки, здесь были дома, здесь мы жили. На семинарии многое было сказано про строительство временного поселка, на месте которого теперь стоит город Видное. И, конечно, про Кокса, газовый завод и его работников. Молодой учитель Данила Жданов внимательно слушал краеведов, запоминая все исторические факты, чтобы приобретенную информацию передать в музей школы номер 10. Практически все вот из того района, где мы учимся, это Южно-Видное, где находится 10-я школа, 11-я, это все новостройки, там очень многие, ну, совсем недавно приехали. И, соответственно, ну, наверное, очень полезно будет узнать об истории, хотя даже такого, ну, казалось бы, не очень, скажем так, старого города, хотя, несмотря на это, это важно. Истории жизни старожилов никого не оставили равнодушными. Даже по окончании времени семинара краеведы не спешили расходиться, продолжая делиться друг с другом такими дорогими для них воспоминаниями. Анастасия Воронина, Евгений Садовский, Елена Кошлева, Видное ТВ. В детской школе искусств поселка Развилка прошел необычный концерт-беседа. Возрождать интерес к романсам у подрастающего поколения приехала солистка коллектива «Возрождение» из Жуковского Любовь Шереметьева и ее концентрмейстер Анна Азолина. Прикоснулась к прекрасному и наша съемочная группа. Воспитанники детской школы искусств поселка Развилка после уроков посетили необычный концерт-беседу. На встречу с ребятами приехали концерт-мейстер вокального коллектива «Возрождение» Анна Азолина и одна из его солисток Любовь Шереметьева. В коллективе поют непрофессиональные вокалисты, петь учат всех, кто имеет задатки и желания. Это действительно просто удовольствие работать с людьми, которые любят искусство, которые любят петь. И когда можешь что-то такое, чем-то помочь, что музыка – это все. Музыка – это любовь, музыка – это страдания, музыка – это, во-первых, это душа, это работает душа. Концерт начался с интересной беседы. Поговорили о романсах, музыке в целом, о таланте, композиторах и о том, может ли интернет заменить учителя и школу. Интернет вам ответит, что это турецкий марш Моцарта. В интернете это будет написано. Но Моцарт никогда не сочинял турецких марш. И нет у него такого произведения. Что ж, интернет не знают? Интернет ошибается? Нет, он не ошибается. Он просто очень боится ответить вам, что же это на самом деле. За плечами Анны Азолиной 56 лет работы в музыкальной школе, где она преподавала музыкальную литературу и была концертмейстером. Сейчас Анна на пенсии, но по-прежнему работает с талантливыми вокалистами коллектива «Возрождение». Она необыкновенный концертмейстер. Она не только музыкант, она режиссер-постановщик. То есть ты начинаешь понимать смысл. То есть каждый романс, каждая песня – это целая жизнь. Это целый спектакль. И надо его спеть так выразить, чтобы все оттенки, короче говоря, вот этого произведения передать. После увлекательной беседы перешли к романсам. Сложно поверить, что у Любови Шереметьевой нет музыкального образования. Не поют ничтожи мы, как среди огнем. Любовь занимается вокалом уже более 40 лет, параллельно работая инженером-метрологом. Говорит, петь требует душа. В основном исполняет романсы и арии. Очень приятно бывает, когда воспринимают, действительно, вот задеваешь что-то внутри человека, вот его душу задеваешь, и видно, как он переживает. То есть он входит в эту мелодию и очень радостно на душе, что я смогла, понимаете, вот это вот как достижение такое мое. Валерий Соловей пришел на концерт со своей шестилетней дочкой Златой. Девочка сама обожает петь, учится на вокальном отделении в ДШИ и здесь же занимается хореографией. Они частые гости на подобных концертах. А что больше всего понравилось? Как пела вокалистка. Так же хочешь петь? Да. Это будущее поколение, надо их приобщать к искусству. Это самое главное. Во-первых, и самому. И это самое главное, во-первых, и пример, и просто нравится. Благодаря таким необычным концертам-беседам можно не только прикоснуться к прекрасному, но и узнать много нового. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Винетове. И в заключении выпуска традиционно о прогнозах синоптиков. А они предсказывают, что завтра, 17 апреля, на протяжении всего дня погода будет пасмурной. Без осадков температура плюс 8 градусов. Это все новости на сегодня. С вами был Максим Козлов. До встречи.